Вот буду делать сейчас свининку в духовке. Вообще, свиное мясо, свинина, это отдельная песня, серьезно. Про это можно долго рассказывать, но главное, что тут, как с любым мясом, результат всех твоих усилий напрямую зависит от качества продукта. Ты посмотри, ты посмотри, какая рулька с косточкой, а ты знаешь, что когда в мясе есть косточка, при запекании просто ничто не может сравниться, серьезно. Ты, конечно, нет, можно, конечно, запекать и без косточки, просто ты немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть, получишь другой привкус. Поэтому делаем надрезы вот такие вот по коже, вот, видишь, так, чтобы ты разрезала сало, жирок. Ну, желательно, чтобы у тебя эти разрезы, в принципе, мяса не касались. Вот после того, как ты сделала надрезы, мясу нужно дать немножко полежать. Берем ступку с пестиком. Ступки с пестиком нет, ломаешь, но в чем хочешь. Значит так, на такую рульку тебе понадобится где-то 8 листочков лавровых. Итак, лавровый лист мы сначала измяли руками. Взяли хорошую щепотку соли. Взяли чеснок. Значит, как я сказала, свинина с большой радостью сочетается со многими продуктами. Это мясо может готовить любой человек, это можно, блюдо можно приготовить на любой вкус. Поэтому берем чеснок. Вот я делаю сейчас, есть такой классический рецепт, чеснок лавровый лист. Ну, естественно, соль, перец, кориандр. Нет, кориандра я не буду добавлять. Такая присказка. Сказка будет впереди. Чеснок я взяла молодой просто потому, что у него очень нежный вкус. И от этого мое мясо пропитается еще дополнительным ароматом. Не такого острого чесночного, а такого помягче. Чтобы все-таки деликатность сохранить этого мяса, понимаешь? Вот у тебя должна начать получаться вот такая кашица, чесночно-лавровая. Это все очень интересно. Вот это, да? И здорово, и хорошо, но здесь чего-то не хватает. Не хватает здесь оливкового масла. Оливковое масло в данном случае должно быть очень-очень хорошего качества. То, что называется первого отжима, и то, которое обладает горьковатым, терпким привкусом. Как ты знаешь, у оливкового масла их миллионы привкусов. Все зависит там от склона горы, от того, как солнце встает, как солнце садится, как далеко море и прочее. Прочее, какими руками собрали оливки счастливыми или не очень. Немножко горчинки и свежести. Это просто идеальное сочетание. Налить нужно где-то сначала, давай сделаем так, две столовые ложки. Жалеть нельзя, потому что нам нужно добиться того, чтобы это получилась такая кашица. Вот теперь, видишь, вот здесь есть такие, как бы, мясо отслаивается, да, там, где жирок проходит. Вот теперь ты делаешь здесь такие надрезы, не бойся. Главное, чтобы тебе не сделать прокол, чтобы кожа не прокололась. Вот вдоль кости очень хорошо. Главное, чтобы сок, который там, он не стал вытекать. Так. И теперь сначала ты натираешь этой заправкой именно мясную часть. И распределяешь. Лавровый лист пытаешься затолкать как можно дальше в эти дырочки, которые ты сделала ножом. Так вот тщательно. И вот теперь, когда ты хорошо его сдобрила изнутри, теперь настала очередь и внешней части. И тут тоже нужно постараться, чтобы во все эти прорезики попало и масло, и чеснок, и лавровый лист. Угу. Вот такая красота получается. Теперь это должно полежать так какое-то время. Ну там от 20 минут до часа. В принципе, ты можешь это оставить и на ночь, если тебе это сейчас готовить не нужно, а нужно на завтра. Оно как бы, понимаешь, оно, ну что называется, такой маринад. Происходит маринование. Мне достаточно вполне 20 минут как раз для того, чтобы приготовить, так, как раз для того, чтобы приготовить все дальше. Смотри. Вот у меня есть такая решетка. Если у тебя такой решетки нет, ничего страшного. Тогда ты берешь противень, кладешь его на дно, а мясо укладываешь вот на эту решетку, которая есть в любой духовке совершенно. Значит так, вот моя картошка, которая, как я тебе сказала, варилась в подсоленной воде до полуготовности. Ты знаешь, такая, бывает, вот мы сейчас, знаешь, как у нас картошка получится? Ну, с картошкой получится совершенно потрясающее, золотистая со всех сторон, как на картинке. Серьезно. Ну, ты должна сама знать, какого размера ты любишь твои картошечки, потому что их так приятно прямо целиком отправлять. Вот. Теперь на это ты укладываешь эту решетку. Сбрызгиваешь немножко оливковым маслом. Чуть-чуть. Теперь берешь белый перец, просто чтобы не было черных крупинок. И его и не видно. Так все говорят, ой, какая картошечка. Чем это она так пахнет? Почему она такая вкусненькая? А не видно ничего. А дело в том, что перец-то белый. Вот теперь еще и свининку тоже беленьким перчиком. Но только с корочки внутрь не надо. Потому что я хочу, чтобы была разница, чтобы сладковатое мясо, деликатное, с лавровым листом, с чесночком, а сверху корочка, которая еще немножко острая. Итак, вот смотри. Мясо полежало, отдохнуло, замариновалось. И вот теперь оно просто просится и говорит, поставь меня в духовочку, поставь, пожалуйста. Духовочка у нас разогрета. Как это ни странно, 250 градусов. И на первые 10 минут мы оставляем 250 градусов. Но только на первые 10 минут. Потом мы уменьшим и полтора часа будем это все держать на 200 градусов. И через полтора часа это будет готово. И так вкусно. Ой, а свининка тоже совсем неплохо поживает. Должна я тебе признаться. Ты видишь? Смотри, какая картошечка. Вот то, о чем я тебе говорила. Картошечка у нас. Ой, загляденец. Ты видишь? Ты проверяешь, чтобы мягко входила вилка. Видишь, как у меня она хорошо входит. И чтобы самое главное, не было там никакой крови не шло. Чтобы шел такой прозрачный сок. Это значит, что она у тебя готова. Вот видишь, как он выделяется и течет. Ну и теперь свинину тоже не нужно сразу разделывать. Она должна полежать, чуть-чуть поддохнуть. Как бы понять, что ее вынули из печки. Что ее сейчас будут есть. Скоро, срочно.